Ну и я попытаюсь описать те объекты, которые входят в нашу Солнечную систему, и попытаюсь сопоставить свойства нашей Солнечной системы с уже открытыми другими системами планетами, которые вращаются около других звезд. Вот такую небольшую параллель буду проводить. Но прежде чем перейти к изучению этого вопроса, я начну издалека. Вернемся в 1600 год. На знаменитой площади в Риме, площадь называется Площадью Цветов, соорудили шафот. К столбу был привязан достаточно молодой человек, его возраст 52 года. Он был закован в цепи, перекручен веревками сырыми. Специально это было сделано, чтобы при поджоге, когда костер будет гореть, эти веревки впитываются в тело, и тело разрывается на части. Этим человеком был, как вы догадались, Двердан Бруно. Он был признан еретиком за свои идеи. Ему инквизиция привела 8 доводов, в чем он был неправ. Хотя в истории нигде эти доводы не расписаны, на основании чего Двердан Бруно был подвержен сожжению. Но можно предположить, что он, во-первых, был выдающийся мыслитель, философ, сторонник пантеизма. Есть такое направление философии в религии, когда Бог и природа отождествляются. Он был превосходным поэтом, писал превосходные стихи, при этом пытался наводить критику на религиозный официоз. Он был превосходным ученым, читал лекции по физике. Он был сторонником Коперника. И мне кажется, что самый главный упрек со стороны инквизиции было в следующем. Что Джордана Бруно впервые сформулировал такую мысль. Бесчисленное число Солнц существует. Бесчисленное число Земель вращается. Вокруг этих Солнц также, как вращаются 7 планет. Тогда было известно 7 планет. Вокруг нашего Солнца. Живые существа населяют эти миры. И вот за эту идею, я думаю, что это самая главная идея, из-за чего его сожгли, Коперник, простите, Джордана Бруно подвергся вот такой казни. Я теперь понимаю, почему Галилей 33 года спустя, который тоже поддерживал Коперника, был вынужден на суде инквизиции отказаться от своих идей. Потому что ему была известна судьба Джордана Бруно. Так что не судите строго Галилея. Но правда история говорит, когда он уходил из здания суда, он все-таки произнес фразу, и все-таки она крутится. То есть Земля все-таки вращается вокруг Солнца. Но я немножко отвлекся. Ну так вот, значит, такая идея была высказана. И сейчас эта идея реализуется в современных астрономических исследованиях. Но для того, чтобы понять положение нашей Солнечной системы, является ли она уникальной по сравнению с другими, будем говорить не Солнечными, а планетными системами, которые вращаются вокруг других звезд. Значит, прежде всего надо установить, а где наша Солнечная система находится в пространстве, в космосе. Место человека в космосе. Так, вообще, раньше, ну лет 20 тому назад, так, видимо, в том возрасте, когда вы родились, так, столько лет тому назад, вообще считалось, что в нашей Галактике, ну всего одна-две планетные системы. Но потом подсчеты были проведены. Если в каждой Галактике взять 10-11 звезд, это 100 миллиардов звезд в нашей Галактике. Если предполагать, что хотя бы одна планета около звезды есть, тогда, значит, таких планет будет порядка 10-11, 10-12 планет. Если мы поделим на возраст Вселенной, то получается, что каждый год в нашей Галактике образуются около 10 новых звезд. Так, и примерно 50 новых планет в течение года образуются в нашей Галактике. Так что в 90-х годах прошлого столетия возникла идея попытаться найти эти планетные системы, помимо нашей Солнечной. Одним из пионеров этих исследований, вот эта группа, это швейцарцы, два американца, они создали соответствующую аппаратуру. У нас будет отдельная лекция по экзопланетам, я в детали не буду вдаваться. И вот они впервые открыли одну планету, около какой-то звезды, вторую, третью. Вот я даю вам прямые изображения, получить прямые изображения планет, вращающихся около других звезд, червячайно трудно. Планета светится очень слабо, светится отраженным светом от звезды. Но, тем не менее, современная аппаратура позволяет получить для некоторых экзопланет их прямые изображения. Ну, например, вот эта звезда, вот здесь планета, здесь на большем удалении, здесь на большем удалении. К настоящему времени я не поленился. Залез в интернет сегодня утром. Я обнаружил, что на середину ноября этого года достоверно подтверждено существование 3541 экзопланеты, которые вращаются около 2656 звезд. То есть около некоторых звезд обнаружено 5 планет, 4, 6 планет, по одной, конечно, 2 и так далее. Так что число планет растет моментально. Год тому назад эта цифра была существенно меньше. За год, значит, на пару сотен здесь прибавилось. Но, поскольку вы все-таки прослушали курс астрономии, вы должны показать свои знания. Вот если вас будут спрашивать родители, чем вы занимаетесь на моем курсе, будете рассказывать о экзопланетах, они скажут, что покажите мне звезду, где экзопланета. Вот я показываю вам звездное небо. Вот это большая медведица, да? Видите? Ее на небе вы всегда увидите. Вот стрелками показаны звезды, около которых экзопланета открыт. Ну, я вот воспроизвожу большую медведицу. Вот возьмите две левые звезды вот этого ковша, отложите два с небольшим расстоянием, увидите звездочку. Около этой звездочки есть планета. Так что ребята, которые гуляют с девушками, могут показать свои знания. Так вот, там, значит, находится экзопланета. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Ну, теперь, где же наша Солнечная система, возвращаемся к ней, располагается? Хотя бы в нашей галактике. Значит, вот даю изображение галактики. Не нашей, естественно. Получить фотографию нашей галактики невозможно. Надо улететь за пределы галактики. Ну, вот вид в анфас. Наша галактика спиральная, ядро, спирали. Если вдруг вы посмотрите в этом направлении, то наша галактика будет выглядеть таким образом. Ядро, спирали не видно. Вот здесь, кстати, темная полоса, это пыль. А если под углом посмотрите, наша галактика будет выглядеть вот примерно так. Это известная туманность Андромена. Она как бы близнец нашей собственной галактики. Так где располагается галактика? Если она в центре располагается, это очень плохо. Простите, наша Солнечная система. Если она в центре располагается, это очень плохо. Здесь плотность звезд большая. Столкновение звезд великое. И за время жизни Солнца, не дай бог, Солнце столкнулось со звездой. Ни о какой жизни, конечно, речь не шло. Но более страшно. Здесь сидит черная дыра. Масса 4 миллиона масс Солнца. И при этом при неосторожной орбите Солнца черная дыра съест моментально наша Солнечная система. Так что этот вариант отпадает, поскольку мы живы, так существуем. Значит, Солнце и Солнечная система не располагаются здесь. Может быть, Солнечная система располагается где-то на периферии. Это тоже плохо. Потому что в результате вращения Солнце может приблизить параболическую скорость, и вся наша Солнечная система улетит от галактики. И мы превращаемся в межгалактических бродяг. Звезд не будет видно. Будут видны далекие галактики, пятнышки и так далее. То есть ситуация будет скучная. Так где же все-таки Солнце располагается со своей системой? Располагается не в центре, не на периферии, а где-то на расстоянии две трети от радиуса галактики. Вот здесь. Так. Это счастливые обстоятельства для нас. Потому что я говорил, что произойдет, если бы Солнце находилось здесь или находилось на периферии. Двигаемся дальше. Плоскость галактики. Что такое плоскость галактики? Вот вы Млечный путь видите? Если вы проведете линию симметрии Млечного пути, это называется галактическая плоскость. Ну вот на предыдущих снимках вот галактическая плоскость. Вот эту линию. Так. И вот как в этой плоскости расположена наша Солнечная система? Расположена перпендикулярно. Вот галактическая плоскость. Вот Солнце с планеты. И плоскость Солнечной системы расположена перпендикулярно. Но это вообще-то ничего не значит. Даже если бы располагалась параллельно плоскости галактики, никаких бы проблем не возникло. Есть еще одна возможность. Я надеюсь, что я сейчас фильм вам покажу. Вы внимательно смотрите. Оказывается, наша галактика вращается. Так, те, кто сидит поближе, обратите внимание, как она вращается. Вот некоторые точки покидают свое мнение. Ну, вот эта, например, точка раз, 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 и попала в спираль. Так, вот эта точка двигается, двигается, и попала в спираль. То есть наша галактика вращается дифференциально. В зависимости от расстояния скорость разная. Так? Не как патефонная пластинка, а как каждая часть галактики вращается со своей скоростью. К чему я клоню? Так, давайте. Фильм этот уже не очень важный в конце для нас. Так, сейчас, ребята, я найду здесь, где восстанавливаться. Так, это мы показали. Это показали. Так. Вид. Где же солнце располагается? Это тоже очень важный момент. Так. Находится ли солнце в спиралях? Или солнечная система расположена? Так, долгая история. Ну, ладно. Или расположена между спиралями? Это очень важно. Почему? Потому что, смотрите, если солнце у нас располагается между спиралями, так, а солнце двигается со скоростью, отличающейся от соседних точек, дифференциально, то может случиться так, что при дифференциальном вращении наша солнечная система попадет в спираль. Так? Я вам показывал снимки, да? Что там группа звезд попала в спираль. Хорошо или плохо? Вообще-то плохо. Если бы солнце оказалось внутри спирали, то, во-первых, была большая густота звезд. Вместо солнца было десяток подобных звезд. Так. И, конечно, планета наша подвергла бы жесточайшему облучению. Так. Дальше самое страшное, что могло бы быть, если солнце вдруг оказалось бы в спирали. В спиралих много звезд. Звезды быстро эволюционируют. Так. Превращаются в черные дыры. Часть звезд, в зависимости от массы, взрываются, как сверхновые. Если рядом вспыхнет сверхновое, рядом с солнцем, все, через некоторое время, в зависимости от расстояния, жизнь может у нас на Земле исчезнуть. Потому что эти космические частицы, возникающие в результате взрыва, попадают в атмосферу, создают очень вредные частицы, попадают на поверхность. Животное начинает мутироваться. И, в общем, эта проблема большая. Поэтому, если солнце было бы в спиралях, нас бы ждала, в общем-то, печальная участь. А, к счастью, солнце располагается на очень интересной окружности. Нам повезло здорово. Поэтому мы и существуем, что вот в течение таких обстоятельств. Есть так называемый радиус коротации, при котором скорость этой точки двигается та же, как в спирали. Солнце находится на этом радиусе. И поэтому солнце никогда не попадет или в опережающую спираль, или в спираль отстающую. Это чрезвычайно важное обстоятельство, связанное с тем, что расположение солнца чрезвычайно важно. Но здесь я привожу некоторые расчеты. Значит, солнце двигается вот по этому кругу со скоростью 220 км в секунду. Значит, полный оборот солнца делает за 300 миллионов лет. Так, вокруг центра галактики. Так, ну, за время жизни нашей Вселенной, это 14 миллиардов лет, солнце уже сделало порядка 15-20 оборотов. И ничего не произошло, к счастью. Ну, потому что солнце находится между спиралями. Видите? Вот спираль, вот спираль. А солнце находится между спиралями. Такое удачное обстоятельство. Ну, и теперь давайте возвращаемся к Солнечной системе. Всегда вставал вопрос, а как наша Солнечная система выглядит с большого расстояния? То есть, то, что Солнечная система стоит там из планеты, это все мы наблюдаем. А вот взгляд со стороны этой Солнечной системы как будет выглядеть? И вот в свое время был проведен знаменитый эксперимент. Были запущены два космических аппарата. Пионер и Вояджер. Вояджер 1 и Вояджер 2. И вот один из Вояджеров улетел на расстоянии 20,2 миллиарда лет. Он и сейчас летит еще. И еще связь с ним есть. Сигнал от Вояджера идет до Земли в 18 часов. То есть, Вояджер уже улетел на чудовищное расстояние. И, конечно же, он делал по дороге фотографию нашей Солнечной системы. И вот это. Вот Вояджер летит, и он по дороге делал фотографии. И вот наша Солнечная система. Здесь все планеты. Видно из большого расстояния. Вот он уже пересек орбиту Нептуна. И летит далеко-далеко в космос. Скоро он выйдет вообще за пределы Солнечной системы. И направится к звездам. Этот Вояджер еще интересен тем, что поскольку его задача была уйти в далекий космос, то, конечно, ученые решили снабдить этот спутник, так или космический корабль, точнее, некой информацией на случай, если этот корабль будет перехвачен какими-то другими цивилизациями. Так, значит, давайте это я пропущу. Значит, на этом Вояджере, так же, как и на другом космическом корабле Пионера-1, но будем говорить о Вояджере. Так, есть пластинка, в которой закодирована информация. Я только часть даю. Так, ну, например, вот показано положение так называемых пульсаров. Так, дальше. Еще другие вещи были. Здесь закодирован спектр Солнца. Вот, например, на Пионере был закодирован другой космический корабль. Изображение человека. Опять-таки, та же самая система пульсаров и так далее. Вот зашифровано положение планет. Так, фокусы начинаются. Сейчас, ребята. Какая информация на этой пластинке, которую несет на себе этот космический корабль? В первом разделе содержится приветствие на 55 языках. Я поинтересовался, если там татарский язык. К сожалению, татарского языка нет. Ну, среди всех многочисленных языков, существующих на земном шаре. Так, ну, татарский не столь объемный. Ну, вот видите, здесь шумерский, древнеакадский и так далее. На русском есть, конечно, зашифрованная информация. Здравствуйте, приветствую вас. Это все вот на этой пластинке записано. Надежда на то, что кто-то перехватит корабль и прочитает эту информацию. Закодировано произведение Баха, Битковина, Моцарта, Стравинского, Луи Армстронга. Чему я страшно рад, поскольку я люблю джаз. Звуки природы, животных, изображение солнечного спектра, ДНК и так далее. Бог знает, может быть, этот корабль будет перехвачен внеземными цивилизациями развитыми. Прочтут эту информацию и поймут, что на Земле есть разумная жизнь. Ну и, наконец, из каких объектов состоит наша Солнечная система? Ну, вы, конечно, знаете, состоит из Солнца, из планет, вращающихся вокруг Солнца. Но, наверное, вы не знаете еще, что вокруг вот этой Солнечной системы есть так называемый поиск ойпера, состоящий из комет, из частиц и так далее. На еще большем расстоянии есть облако Аорта. Состоящий тоже преимущественно из комет. Значит, кометы, которые пролетают к нам, и мы наблюдаем, они в основном возникают вот в поиске Койпера. Ну, а теперь переходим к нашей Солнечной системе. Из каких объектов наша система состоит? Вы хорошо знаете уже. Видимо, читали литературу. Ну, конечно, поиск астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера. Это скопище не очень больших частиц, размером километров, побольше и так далее. Здесь находятся астероиды. Ну, конечно, планеты. Дальше. На расстоянии большом, как я говорил, есть облако Аорта. Это скопление комет. У каждой планеты есть спутники, кольца. Единственное исключение – это вот Меркурий, у которого нет ни кольца, ни спутника, и Венера. У Земли есть Луна, у других, у Марса два спутника, Фобос и Деймос. У Юпитера вообще чудовищное число спутников. Сейчас 67 спутников найдено. Ну, и так далее, и так далее. Вот таков состав Солнечной системы. Ну, ребята, я не очень уверен, что вы знаете расположение планет по порядку. Вот на английском языке такое правило. My very educated mother just supplied us by nine pizzas. Ну, понятно, да? Моя очень образованная мама снабдила нас девятью пиццами. Ну, если вы англичанин, вы бы заполнили расположение планет по первому букву. Ну, когда я дал задачку студентам, где-то несколько лет тому назад, сочините мне правила на русском языке. Ну, один из студентов, глупая, конечно, фраза, но она благодаря этому и запоминается. Маша взяла землянику, мальчик Юра съел у нее половину. По первым буквам получается Меркурий, Венера, расположение относительно Солнца такое. И если у вас есть желающие, может мне на комбинацию вот этих букв МВЗМЮСУ... Ну, Плутон можно выбросить вообще. Плутон теперь не считается большой планетой. Ну, неважно. Если вы придумаете более симпатичные, запоминающиеся правила, я с удовольствием поменяю этот слайд и запишу новое. Так, хорошо. Ну, общие характеристики Солнечной системы таковы. Возраст 4,6 миллиарда лет. Ну, в неких книгах пишут 4,5. Ну, более точно, все-таки 4,6 лет. Число планет. 8, не включая Плутон. Плутон выбросили из списка планет, поскольку он по размерам очень маленький. И, мало того, орбит у него отличается от орбит других планет. Поэтому его считают малой планетой. Но все-таки планеты. Так. И плюс еще 3 планеты тоже малые, открытые. Ну, и их вообще-то в Солнечную систему тоже не включают, хотя они вращаются вокруг Солнца. Это карликовые планеты. Ну, число планет с жизнью я поставил один. Ну, поставил вообще-то знак вопроса. Так. Так. Потому что есть какие-то соображения. Но имеется в виду жизнь непонимания вот в таком развитом до высокой цивилизации. Хотя бы на уровне моллюсков, на уровне членов селогих и так далее, и так далее. Так. Вот я поставил вопрос. Потому что, например, на Марсе обнаружены интересные объекты, на Венере обнаружены интересные объекты. Я вам покажу. Так. Который свидетельствует, что какая-то элементарная жизнь, но не на высоком цивилизованном уровне, но какая-то жизнь есть. Поэтому я ставлю знак вопроса. Ну, самая большая планета Юпитер, самая маленькая Меркурий. Так. Планета с самой большой скоростью вращения суточного. Так. Там сутки длятся примерно 9 с небольшим часов. Так. Самая большая плотность у Земли, самая малая плотность у Сатурна. Это практически газовая планета. Планеты и их спутники. Вот смотрите. Видите, я постоянно зачеркиваю, перед каждой лекцией зачеркиваю ту цифру, которую я ставил. Потому что число открытых спутников постоянно возрастает, возрастает, возрастает. И вот на сегодняшний день у Меркурия нет спутников. У Юпитера где-то пару лет было 61 спутник, сейчас уже открыто 67 на сегодняшний день. У Сатурна здесь 31 спутник, на сегодняшний день уже 36 спутников. У Урана здесь 21, я не поставил цифру, 27. Ну, Плутон вообще выбросили из списка планет, я зачеркнул. У Нептуна 11 спутников. Так, хорошо, двигаемся дальше. Это общее описание. Теперь какие особенности нашей Солнечной системы? Теперь я имею возможность сравнить нашу Солнечную систему с другими системами около других звезд. Есть ли какие-то особенности у нашего собственного дома по сравнению с другими домами, с другими планетными системами других звезд? Первая особенность – орбита планет. Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении. Ну, скажем, на рисунке у меня против часовой стрелки. Это совсем не обязательно для экзопланет. Некоторые планеты, так, около звезд, ну, скажем, если две планеты, одна вращается в одну сторону, против часовой, а другая планета может вращаться против. То есть, это, в общем-то, специфическое свойство планет в нашей Солнечной системе. Дальше. Большинство орбит не являются сильно вытянутыми. Ну, вот орбиты Меркурия, Венера, Марс, видите, почти круги. Есть небольшой эксцентрисет, но почти круги. А эксцентрисет орбит экзопланет, так, вообще могут быть чрезвычайно вытянуты. И вот, например, у звезды Хаде, там, ну, неважно, как называется, так, вот в масштабе для Солнечной системы нарисовано. Вот какая вытянутая орбита. И, мало того, эти планеты очень близко могут подойти к своей центральной звезде. Это тоже интересно. У нас самая близкая планета Меркурия, небольшой шарик. Так, а в других системах планетных, около звезды вращается чуть ли не Юпитер. У нас, в нашей Солнечной системе Юпитер вращается на большом расстоянии. Так что здесь особенности имеются. Так, следующая характерная особенность. Все планеты вращаются почти в одной плоскости. Вот только у Меркурия угол наклона 7 градусов. Ну, Плутон я выбросил. Так, Плутон мы не считаем большой планетой. Так, вот эклиптика, и угол самый максимальный 7 градусов. Что касается других экзопланет, угол наклона может быть самый разнообразный. Здесь почему-то собираются они около плоскости эклиптики. А там они имеют достаточно... Вот некоторые планеты вращаются по этим кургам, а некоторые планеты имеют большой угол наклона. Отличие. Орбитальное вращение. За какого промежутка времени планета описывает полный оборот? Естественно, Меркурий ближе всего. По третьему закону Кеплера, если вы помните. У него период всего 87 дней. За три месяца он делает полный оборот вокруг Солнца. Так, у Венеры побольше. 224. Ну, Земля, естественно, в течение года делает полный оборот. Так, ну, скажем, если брать Нептун, то он делает полный оборот за 164 года. Так. Что еще интересно? Угол... Да. Период вращения вокруг своей оси. Это суточное вращение, да? Вот смотрите, Меркурий делает полный оборот вокруг своей оси. Вот такой оборот. Не вокруг Солнца, а вокруг своей оси. За... Так. Испортил. За 58 суток. Так. Обратите внимание. Самый короткий период обращения, то есть сутки, длятся на Юпитере, всего 10 часов. Это такая громадина, такая массивная планета, ухитряется сделать полный оборот всего за 10 часов. Даже наша Земля делает оборот за 24 часа. А Юпитер по массе, по размеру, величина несопоставимо большая по сравнению с Землей. И делает оборот всего за 9 часов. Дальше. Углы оси вращения по отношению к эклиптике. Но мы с вами договорились. Вот плоскость стола считать плоскость у эклиптики. Обратите внимание. Меркурий вращается перпендикулярно. Вдруг оси. Так. Венера вращается. Смотрите. Вот так. Ось вращения, видите, у нее перевернутая. То есть она вращается против движения. Это очень интересно. Или вот эта планета. Она вообще вращается на боку. Вот она вращается вокруг Солнца. Вот так. На боку. А это к чему ведет? Это ведет к изменению времен года. Если вы помните. В зависимости от угла наклона у вас лето, зима, осень, весна появляются и так далее. Если угол 90 градусов, никакой смены сезонов на планете нет. Если угол, скажем, как 66,5, вот этот угол, это Земля. Смена погоды есть. Очень интересно вот это положение. Смена погоды нет. И так далее. Если посмотреть на характеристики планет, не надо все это просматривать. Я просто обращу ваше внимание на диаметры, на массу и на плотность. Смотрите. Можно вот эти четыре планеты объединить, поскольку у них размеры примерно одного порядка. Это в радиусах Земли все дано. А здесь размеры большие. Это планеты-гиганты. Они также отличаются и по массе. Здесь где-то масса порядка единиц или десятых дали массы Земли. А здесь уже исчисляется сотнями. По плотности у Меркурия 5,4, у Венеры 5,3, у Земли 5,5. То есть плотности вещества у планет почти одинаковые. А здесь плотности маленькие. То есть явно выделяется две группы планет. Верхние четыре планеты. Это планеты типа Земля, состоящие из скал. Есть ли атмосфера или нет атмосферы, это вопрос другой. И планеты, которые состоят... Плотность маленькая, это газовая плотность. Состоят из газа. И размеры у них большие. Итак, две группы планет. Планеты земной группы и планеты-гиганты. И поэтому они и строение имеют совершенно иное. У Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера, простите, у Меркурия, Венеры, Марса, ну, Земля здесь не указана, есть железо, есть скалы, есть твердые минералы. А что касается планет, принадлежащей группе гигантов, у них уже в основном газовая составляющая. Водород, гелий там. На некоторых планетах даже есть небольшая часть кислорода и прочее. Ну, вот это, так сказать, преамбула ко всей теме. Солнечная система. А теперь давайте перейдем к Юпитеру, простите, к Меркурию. Это первая планета, расположенная ближе всего к Солнцу. Надо сразу признать, это самая неинтересная планета с точки зрения науки, поскольку совершенно понятно, что никаких признаков жизни на этой планете мы не найдем. Интерес к планетным исследованиям прежде всего определяется. А. Есть ли там какая-то жизнь на каком-то уровне, на уровне членостоногих или, скажем, на уровне цивилизационном. Б. Есть ли там какие-то полезные ископаемые, которые можно со временем транспортировать и так далее. Так вот, Меркурий в этом отношении не очень интересен. То есть, он близко к Солнцу, температура там у него, смотрите, меняется под солнечной стороной, стороне которой к Солнцу, 430 градусов Цельсия, а с противоположной стороны минус 180 градусов Цельсия. Это, конечно, чудовищный диапазон температур, при котором жизнь, ну, во всяком случае, белковая жизнь, основанная на углероде и кислороде, конечно, невозможна. Поэтому неудивительно, что на Меркурии были посланы всего два космических аппарата. Больше Россия, например, и Советский Союз не посылал, поскольку интереса большого к Меркурию нет. А вот на Венеру аж чуть ли не 16 кораблей посылал Советский Союз, потому что Венера более интересный объект. Ну, хорошо, вернемся к Меркурию. Значит, первая запись о том, что есть такая планета Меркурии, это у шумеров в Вавилоне, так, 3000 год до нашей эры. Значит, Меркурию очень интересно. Он появляется как? Вот если Меркурий у вас с западной элангации, то есть отклонен от Солнца на максимальное, он виден когда? Солнце еще не взошло, а Меркурия уже на горизонте. И древние люди говорили, что это планета. Совершенно верно. Но потом, после того, как пройдет день, Солнце заходит, а Меркурий уже давно сел. Меркурии нет около Солнца. И поэтому, естественно, что древние греки полагали, что Меркурий в этом положении наблюдается. А теперь, если я возьму восточную элангацию, тогда все будет наоборот. Солнце появилось, а Меркурий появляется позднее. И наоборот. Здесь Солнце садится, а Меркурий вечером виден. То есть древние греки видели два объекта. Один сходил на востоке, а другой заходил на западе. И они считали эти две разные планеты. И даже дали название. Аполло и Гермес. А на самом деле это одна и та же планета. Только при своем разном положении она может наблюдаться при определенных условиях, которые вот здесь отражены. Здесь, значит, Меркурий виден, если он в западной элангации, утром, вечером не виден. А если он в восточной элангации, то после восхода Солнца. Но Меркурия уже, когда Солнце взошло, естественно, не видно. Но зато он появится вечером, когда Солнце зайдет. Так, ну еще фильм. Быстренько я часть только покажу этого фильма. Поскольку Меркурий может находиться между Солнцем и Землей, то иногда возникают такие моменты, когда Меркурий проектируется на Солнце. Вот такое затмение 2016 года. Вот, пожалуйста, прохождение Меркурия. Но вы, конечно, не заметите смещение. Это пятна на Солнце. Вот Меркурий. Это в реальном времени. Если убыстрить фильм, то Меркурий будет двигаться вот в этом направлении. Но если внимательно посмотреть, он чуть-чуть смещается. Но не будем на эту картинку смотреть, она не очень такая впечатлительная. Лучше я покажу статичную картиночку. Вот, тот самый фильм, но уже зафиксированный. Диск Солнца, но пятна здесь не нарисованы. Вот Меркурий, значит, появился по всемирному времени в 11-12. И вот он прошел по диску. И через 7 часов примерно он исчез. Так что Меркурий может быть виден. Но это не очень такое распространенное явление. Это происходит примерно 7 лет. Для Венеры еще даже больше этот срок. Там тоже будут прохождения. Ну вот, я уже говорил, что Меркурий был исследован два раза двумя космическими аппаратами. Первый аппарат – это Маринер. Запущенный, видите, как много, больше 40 лет. Но этот проект был хорош тем, что Маринер-10 получил червячально большое количество фотографий поверхности Меркурия. Потом был, значит, запущен мессенджер. Ну, это посланник, путешественник, переводится английского. И в 2011 году он сел на орбиту вокруг Меркурия и долгое время вращался, пока не упал на Меркурии. Потому что Меркурий ближе к Солнцу. Аппарат космический был подвержен влиянию солнечных лучей. В конце концов, аппаратура отказала, и этот аппарат грохнулся на поверхность Меркурия. Но почему только два проекта, почему не больше? Ну, первую причину я сказал. Меркурий не особенно интересен с точки зрения наличия в жизни, с точки зрения других. Но есть еще и техническая причина. Запускать нам Меркурий с Земли червячайно трудно. Вот, например, когда запускали мессенджер и второй корабль, пришлось сделать несколько маневров. А каждый маневр требует траты топлива. Вот для того, чтобы с орбиты Земли запустить на орбиту вокруг Меркурия, нужно было сделать пять маневров и три холостых оборота вокруг Меркурия, прежде чем начинать научное исследование. Затраты энергетические большие. Поэтому, ограничившись этими двумя полетами, все астрофизики, астрономы уже не планируют на Меркурий посылать. Правда, проекты и есть, но они реализуются очень медленно, поскольку есть другие, более престижные проекты. Орбита Меркурия. Его главное отличие от всех орбит других, у него большой эксцентрисистет 0,2. У Земли 0,05 эксцентрисистет, это величина, показывающая степень сжатия. У Меркурия 0,2. И поэтому, хотя ось вращения у него перпендикулярный, там смена погоды есть, небольшая. Потому что есть расстояние максимальное, минимальное, и есть расстояние максимальное. Так, период суточного обращения Меркурий делает оборот вокруг своей оси за 55 суток. Полный оборот вокруг Солнца Меркурий делает за 87,97. У кого компьютер есть под рукой? Вытащите. Неужели не носят свои компьютеры? Жалко. А я хотел попросить. Вот давайте мы сделаем такую операцию. 87,97 умножим на 2. Так? То есть возьмем 2 оборота. А 55 и 65 умножим на 3. Так, ну вот молодой человек единственный, кто имеет компьютер. Так. Продиктуйте первую цифру. 175 и 94. 175 и 94, запомните. Вторую цифру получите. На 3. Вот 58 и так далее умножьте на 3. Так, 175 и 95. Первая цифра какая была? 175. 175 там с дробью. И вторая 175. Что это означает? Что Меркурий вращается в резонансе 3 к 2. Помните, у нас был резонанс 1 к 1, да? Когда период обращения Луны вокруг своей оси и период обращения ее вокруг Земли совпадали. А здесь не полное совпадение, а совпадение в отношении 3 к 2. Это очень интересная обстоятельность. Вот я специально вас попросил. В первом случае он получил 175,94. Во втором случае получил 175,95. Резонанс 3 к 2. Что это означает? Вот давайте возьмем какую-то точку на поверхности Меркурия. Вот я стрелочки. Теперь Меркурий двигается, двигается. Он поворачивается, конечно. Двигается, двигается. И через год эта точка будет направлена в противоположную сторону. Ему нужно сделать еще один оборот, чтобы восстановилось вот это направление. Вот такая интересная особенность. Ну, ученые объяснили, конечно, это приливными силами и так далее. Вообще резонансом в астрономии это чрезвычайно такое распространенное явление. Но вот такая интересная особенность. Меркурий вращается в резонансе 3 к 2, когда мы сравниваем периоды суточного обращения и период годичного обращения. Это интересная особенность Меркурия. Так, вот этот фильм надо бы вам показать. Предположим, вы на поверхности Меркурия. Как бы выглядел Солнце там при своем движении? Смотрите внимательно. Значит, ну здесь спрашивается. Так, ну ладно. Знаете ли вы, что у Меркурия странные восходы и заходы? На Меркурии после восхода Солнце обратно садится на некоторое время и потом опять продолжает движение. Сейчас поймете. Вот смотрите. Ну, это монтаж, конечно. Вот Меркурия. Появилось Солнце. Раз. Обратно бежит. Так, это не все. Опять восход. Потом двигается, двигается, двигается. Ну, давайте подождем. Это фильм такой очень интересный. Так. С других точек на поверхность Солнце, оказывается, останавливается. Так. И двигается обратно. И в результате... Так, ну ладно. Вот Солнце двигается. Мы на Меркурии находимся. Двигается вспять. Опять двигается. Сейчас будет заходить. Так. Ну, это показывает Меркурию вот сочетание двух периодов, о чем я сказал, да? В соотношении 3 и 2. Чем вызвана эта картиночка? Сейчас объясню здесь на английском языке. Формулу надо объяснять. Я в двух словах после фильма покажу вам. Так. А вот как бы на Земле это выглядело? Вот если бы Луна вращалась вокруг Меркурия, простите, вокруг Земли в резонансе 3 и 2. Вот показывается. Это, конечно, монтаж. Так. Появился, исчез. Двигается. Вот двигается. Смотрите. Специально здесь башню взяли. Не появляется. Обратно двигается. Солнце. Ну, и потом, значит, будет продолжать свое движение. Или вот показывают солнечные часы. Как они двигаются. Видите, циферблат сперва в одну сторону. Потом Солнце пошло в другую сторону. Ну, очень интересное явление. Так. Ну, сейчас фильм закончится. Появилось, исчезло. Опять. Причем это в течение того периода. Ну, поблагодарим Роя Прола за хороший фильм. Я мог бы показать второй фильм, где просто показано. Меркурий взошел и сразу зашел. Но не буду времени тратить. Что это такое? Рокрыть. Ой, ребята, боюсь прям. Так, так. А здесь вот просто фиксированная картиночка. Что мы видели? Что мы видели? Меркурий появился. Исчез. Да, период 88 суток. Исчез. Потом появился, двигался, двигался, двигался. Дошел до горизонта. Так. Исчез. Потом опять появился. И опять исчез. Чем это вызвано? Это вызвано простыми обстоятельствами. Так. Это связано с тем... Да, лучше предыдущий все-таки оставить. Так. Это связано с тем, что на своей эллиптической орбите Меркурий двигается неравномерно. Помните, да? У нас в точках Перигея и в точках Офелия скорости разные. Так. В одной точке скорость движения по орбите большая, в другой точке скорость орбиты другая, малая. А вращается он с одной и той же скоростью вокруг своей оси. Вот у вас и получается такая очень интересная картинка восхода и захода Меркурия. Следующая особенность. Наклон орбиты у Меркурия самый большой. Вы заметили там 7 градусов. Все другие планеты вращаются по орбитам, имеющим меньший угол наклона. Так. Дальше. Я говорил, что орбита Меркурия очень вытянутая. Эксцентриситет 0,2. Так мало того, через некоторое время, через 4-5 миллиардов лет, так, орбита Меркурия под влиянием Юпитера, так, вообще вытянется. Вот станет. Видите, здесь даже орбита Венеры. Вот его первоначальная орбита Меркурия. А под влиянием возмущения со стороны Юпитера орбита вообще вытянется. Так. Но это через 4-5 миллиардов лет. К этому времени у нас большие проблемы будут. Солнце потохнет. Надо думать о том, как переселяться на другие планеты. Так. Следующая очень важная особенность с точки зрения моей персональной, как астрофизика. у Меркурия поведение орбиты очень странное. Вот первоначальное, это Солнце, орбита вот занимает такое положение, Меркурий двигается, а потом через некоторое время орбита смещается, вот большая ось смещается, смещается, смещается и так далее. Это очень интересное явление. И долгое время астрономы не могли объяснить это. Были выдвинуты самые разнообразные гипотезы. Например, Глеверье, который открыл планету, вы помните, да, я рассказывал. Так. Он предусмотрел или предложил, что есть планета вулкана внутри орбиты Меркурия, вот она искажает орбиту Меркурия, вот таким образом выставляет вот эту ось, большую ось вот так вращаться, некоторые говорили, что мы массы планет неверно оценим, в частности Венера и так далее. Но ответ дал Эйнштейн. Согласно теории относительности, одно из предсказаний этой теории это вот смещение вот этой оси вот на такой угол. Формулу привел Эйнштейн. Если вы подставите массу, подставите экстрасистет, вы получите то значение, которое наблюдается. Это второе подтверждение справедливости теории относительности. Вообще теорию относительности восприняли ученые в 20-х годах очень с большим скепсисом. Не все признавали теорию относительности. Пока Эдингтон не пронаблюдал во время затмения положения какой-то звезды, а в результате действия теории относительности положения звезды должно измениться. И он во время солнечного затмения подтвердил это. Первый факт был. И второй факт это как раз объяснение такого странного поведения орбиты Меркурия в пространстве. Это только теория относительности. Следующая особенность Меркурия. У него достаточно большое железное ядро. Достаточно большое по отношению к самому размеру Меркурия. Вот это красноватое это как раз железное ядро. Но если вы возьмете скажем у Земли так железное ядро так жидкое имеет размер меньше чем радиус Земли. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том раз есть железное ядро довольно мощное то обязательно магнитное поле должно быть. из действительного Меркурия магнитное поле было обнаружено. Это как раз по-моему корабль Мессенджер по-моему обнаружил. Это тоже интересная особенность Меркурия. Топография Меркурия. Какова поверхность Меркурия? Давайте все-таки посмотрим фильм всего одну минуту. Просто внимательно смотрите. NASA по-моему подготовлен до NASA. Есть отечественные неплохие фильмы. Показывают разные поверхности Меркурия. Минус 4 километра красное превышение относительно среднего уровня. синие фиолетовое это 4-5 километра понижения. Ну смотрите. Вот сильно пониженная часть. Так где красная здесь все-таки найдем. Вот сильно повышенная на 4-5 километра. То есть Меркурий по рельефу очень неоднороден. Разница между максимальной высотой примерно 5 километров и минимальной примерно минус 4 километра это достаточно большая величина. Так хорошо двигаемся дальше. Это следующая особенность Меркурия. Ну вот эту фотографию зафиксировали потому что постоянно волнуюсь покажу фильмы я или не покажу поэтому я страхуюсь. Вот фотография Меркурия. Вот фиолетовая часть это плюс 5 километров нет это синяя часть минус 5 так а здесь вот красная часть это плюс 4 километра но пока что я не вижу никакой тонкой структуры потому что картинка такая общая а вот теперь отдельные детали равнина на Меркурии смотрите какая очень ровная часть сравните с Луной она испещрена вот такими кратерами ну вот вот эта часть например здесь много кратеров а здесь нет значит это означает что вот эта равнина была создана намного позже чем вот эти кратеры так она еще не успела подвергнуться бомбардировке астероидов чтобы здесь дополнительные кратеры появились вот самое знаменитое это конечно равнина жары так вот это такой круг диаметры вот 1300 километров здесь вы видите конечно кратеры так в основном ударного происхождения но еще здесь есть ряд таких цепочек горных их примерно 4-5 некоторые из них достигают высоту 2 километра так но образование этого такой равнины это фактически очень большой кратер столкновением с очень большим астероидом но я вам уже в течение нескольких лекций очень много говорил о кратерах ударного происхождения но почему-то никто не говорит а как земля-то наша подвергалась таким ударам вот я вспомнил вопрос который у меня в кулуарах был задан так и поэтому приготовил вам слайд вот такой вот пожалуйста точки это кратеры ударного происхождения то есть земля постоянно в молодости да и сейчас продолжает так бомбардироваться астероидами так ну самый знаменитый астероид это вот этот это остров Юкатан полуостров точнее Юкатан громадный астероид 65 миллионов лет тому назад попал в эту область так поднялась громадное облако пыли вещество поднялось все это вещество в результате вращения земли обволокло всю землю лучи солнца уже не пробивали и увы теплолюбивые динозавры в исторически короткий срок вымерли так после 65 миллионов лет динозавров уже не было а потому что температура резко упала это вот один знаменитый астероид упал вот астероид тунгусский метеорит вообще-то непонятно метеорит или комета так в настоящее время ученые и не определились так но это событие было чрезвычайно важное вот если бы вот это комета или астероид задержались бы по дороге на 3 часа то вот этот астероид шлепнулся бы вот здесь между Москвой и Ленинградом Санкт-Петербургом и трудно сказать что бы осталось потому что даже вот здесь упав в пустынной области он на сотни километров вот в результате этого удара разбросал деревья ударная волна вообще два раза прошла вокруг земли человек который сидел там в десятки километрах на стуле его волной снесло то есть взрыв был чудовищной силы ну еще вот здесь Сихотельинский ну то что вот здесь нет кратеров нет здесь кратеров здесь нет кратеров ну понятно это не отсутствие кратеров а просто это области плохо исследовано конечно со временем когда эти территории будут исследованы внимательно конечно здесь кратеры обнаружатся ну я немножко отвлекся отвечая на вопрос который мне был задан ну здесь я Я специально сравниваю кратеры на Луне и кратеры на поверхности Меркурия. Картинка почти одинаковая. Это кратеры ударного происхождения. Когда оба объекта, Луна и Меркурия, были очень молодыми, астероиды до сих пор летают. И, конечно, еще в большем количестве летали в период образования Солнечной системы. И вот ударяясь, поскольку кора еще в молодом Меркурии не сформировалась, поэтому любой удар вот такие умятины в виде кратеров оставлял. Особенность кратеров на Меркурии такая, что на один кратер могут накладываться еще несколько кратеров. То есть, вот упал большой астероид, образовалась здесь лава такая, поднялось вещество из слоев. И успел следующий астероид, и он остался следы. Вот такие астероиды, простите, такие кратеры, двойные и тройные, они очень распространены на Меркурии. Так, еще одна интересная вещь, свидетельствую о том, что Меркурий еще продолжает эволюционировать. Это так называемые эскарпты, то есть провалы. Вот смотрите, территория идет и идет, а потом раз, на пару километров опустилась склон. Или вот здесь, раз, и опустилась. Вот здесь примеры. Так, но это означает, что в Меркурии еще происходит формирование внутренних слоев, тектонических плит, которые сдвигаются, так, и которые могут вызывать такое опускание туши, суши, простите, на поверхности Меркурия. Значит, атмосфера, ну вот этот снимок, который получен был мессенджером, сразу говорит, что атмосферы на Меркурии нет. Раз резкая граница от изображения Меркурия и ночным небом, так, это свидетельство того, что атмосферы нет. Если бы атмосфера есть, то какая-то вот такая полосочка, так, была бы, здесь нет. Так, но тем не менее атмосфера есть, так, ее плотность червячайно маленькая по сравнению с атмосферой Земли, так, и интересный состав, значит, 39% гелия, 41% натрия, водород молекулярный, так, и 5% другие газы, так. Атмосфера была, вообще-то, но она потом исчезла. Ну, две причины, они вполне естественны, так, почему атмосфера исчезла. Масса Меркурия очень мала, а раз мала масса, то и малая скорость параболическая, убегание частицы, покидание поля тяготения, убегание в космос. Всего, при массе Меркурия, я здесь не подставляю, при радиусе, вот формула вам известна, когда мы рассматривали теорию движения спутников, так, 4 км в секунду. А вот частицы двигаются со скоростями примерно такого же порядка, 3,3. Поэтому некоторые частицы могут приобрести скорость больше, чем вот эта средняя, и они покинут Меркурия. И поэтому, даже если атмосфера у Меркурия была, она рано или поздно рассеялась в космическое пространство. И вторая, более серьезная причина. Наше Солнце производит ветер. От Солнца идет ветер. Так, поток частиц. И этот поток частиц может попасть на атмосферу Меркурия и сбросить эту атмосферу. Это вторая, более главная причина. Так, это обдувание поверхности Меркурия солнечным ветром. Ну, собственно, то же самое может играть и для Венеры, и для Марса. Так, ну, к этому вопросу мы перейдем, когда будем рассматривать эти объекты. Ну, и, наконец, если уже опять вернуться к вопросу о том, есть ли жизнь на Меркурии или нет, так, то я уже говорил, что одним из условий наличия жизни – это наличие растворителя воды жидкой. Так, долгое время на Меркурии воду не могли обнаружить. Но в последние годы такую воду нашли. Вот этот снимок полярной области. То есть корабль снял Меркурия. Вот Солнце у вас справа. Так, вот у вас полярная шапка. Лучи Солнца не попадают в кратеры глубиной там несколько километров. И если вода есть, то она существует в этих кратерах, расположенных в полярной области, да? Ну, помните, я про Луну вам рассказывал. Здесь полная аналогия, так. Если вы хотите найти лед или воду, заглядывайте в кратеры, которые расположены в южном или северном полюсе. Ну, я здесь уже подхожу к концу. Искать жизнь на Меркурии вообще смысла нет. Поэтому и не тратятся большие деньги, вложения на создание новых кораблей. Так, надежды нет. Уровень кислорода слишком низок. Кислород нужен для жизни. Так, экстремальные температуры плюс 400, минус 180 градусов. Это тоже не способствует. На планете мало жидкой воды. Есть вода, но недостаточно, чтобы там развилась жизнь. Так. Давление на поверхности крайне низкое. Так. Ну, атмосфера мала и нет атмосферы. И другие изменения, температуры и так далее. Бомбардировка солнечными частицами. Все это говорит о том, что искать там и жизнь незачем. Так. И поэтому не очень-то внимательно относятся к исследованиям Меркурии. Но, тем не менее, такие программы есть. Вот я вам даю интересную карточку. Слайд, где приведены все космические исследования до 2030 года. Это только российские исследования. Вот есть проект, видите, в 2026 году запуск Меркурия ПМ. Что такое ПМ, я, откровенно говоря, не знаю. Ну, продолжают исследовать Меркурия. В основном, видите, только одна станция. А вот на другие планеты число космических станций больше. Потому что эти планеты являются более интересными. Переходим к Венере. Вот в правом углу, так же, как и слайд с Меркурием, показан астрономический знак. Астрономы обозначают планету своими знаками. Солнце, кружочек с точкой. Земля, кружочек с крестиком в центре. Так, Венера, Марс, кружочек со стрелкой на 2 часа примерно. Венера вот таким образом обозначается. Ну, что тут? Масса, радиус 6050 километров. Ну, что-то схоже с Землей. Так. Масса тоже очень похожа на массу Земли. 0,8. То есть, Венера уже, по этим данным, ну, какая-то сестра Земли. И поэтому на нее надо обращать внимание более существенно, чем, скажем, на Меркурии. Плотность 5,2. На Земле 5,4. Так. А вот температура, конечно, увы, чудовищно большая. 480 градусов Цельсия. Причина этого, я скажу, ниже. Ну, расстояние 0,7 астрономической единицы и так далее. Ну, Венера тоже интересный объект. Он по яркости уступает только Луне. Так. Все другие объекты, звезды, Юпитер, Сатурн и так далее, по яркости уступают. Ну, вот я вам показываю диск Луны. Солнце, понятно, внизу где-то на 5 часов. Может, под горизонтом уже. Так. И Венера очень яркий объект. Опять-таки, Венера, поскольку это очень хорошо наблюдаемый объект. Конечно же, Венера была известна и в античные времена. Так. И греки, и египтяне, и индейцы, майи и так далее. Все знали Венеру. Так. Ну, опять-таки, Венера ведь как Юпитер. То она видна, если она, скажем, восточной элангации, то она видна до восхода Солнца. Так. А вечером не видна. А если в западной элангации, наоборот, видна утром, но не видна вечером. И опять-таки, как и Меркурий, древние ученые, древние астрономы сказали, что мы имеем дело с двумя планетами разными. Так. Поэтому древние, ну, скажем, греки до вечерней Венеры, когда она появляется после захода Солнца, назвали Веспер, а когда она появляется утром, фосфор. Ну, какие-то не очень симпатичные. То же самое египтяне. Ой, как бы не сломать язык. Тайосмуттири, это утреннее, и Оуэйти, вечернее. Индейцы называли Венеру Нохэк, великая звезда, так, или Ксукэкс, звезда, вторая, значит, Венера. Но, единственное, Пифагор, не имеющий отношения большого к астрономии, но тем не имеем, видим, большую интуицию. И он сказал, что Венера, наблюдаемая утром, Венера, наблюдаемая вечером, это один и тот же объект. И поэтому сразу же назвали, узнав об этом, греки сразу же назвали единым именем, Афродиты. Ну, а более привычная Венера, в честь богини Венера. Ну, вот здесь дощечка, глиняная дощечка, где нанесены символы. Конечно, эти символы были прочитаны. Ну, и оказывается, на этой дощечке речь идет о Венере. Главное назначение, предсказание, видим, первого и последнего появления, исчезновения планеты Венеры в период 21 год. По-моему, эту картинку я вам показывал. Ну, следующий этап исследования, это, конечно, Галилей, который, впервые наблюдая в очень маленький телескопик, наблюдал Венеру в разных фазах. Здесь серпик узкий, пошире, здесь полная Венера. Ну, реально, вот фотография разных фаз в 2004 году получена, показана. Это было первое серьезное подтверждение, чего? Позабыли? Коперниканской системы мира. Фазы Венеры могут наблюдаться, если Венера вращается вокруг Солнца. Так, а не вокруг Земли. Это я вам показывал и говорил, когда мы изучали историю астрономии. Там в первой, по-моему, лекции у нас было это. Хорошо. Ну, и, конечно, я хотел бы отметить наблюдение Ломоносова. Так, астрономы предсказали, что Венера, поскольку она располагается между Землей и Солнцем, может в определенные моменты времени проходить по диску Солнца. Такое предсказание было сделано. И, конечно, были организованы экспедиции в 40 пунктах по всему земному шару с участием 112 человек. И Ломоносов в Санкт-Петербурге проводил наблюдение. И он обнаружил интересное явление. Вот Венера двигается и двигается, надвигается на лимб, на край Солнца. И вдруг ее размеры увеличиваются. Это он правильно объяснил, что у Венеры есть мощная атмосфера. И поэтому Солнце пробивает мощную атмосферу, и получается такой ореол. Вот он так пишет. Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой лишь бы не большей, какова обливается вокруг нашего земного шара. Ну, это вот из его статьи, картиночки, я много говорить не буду. Ну, как я говорил, что Венера один из объектов, где возможно может жизнь быть. Поэтому исследование космическими аппаратами было осуществлено, но очень серьезно. А сюда Советский Союз запускал 16 спутников, простите, космических кораблей под названием Венера. 1, 2, 3, 4. Вот один из таких спутников, который впервые сбросил на поверхность Венеры. Вот сам. Это, по-моему, Венера-3. Так? Или? Да. Венера-3. Так. Вот первое изображение получено нашими отечественными учеными. Вот это лапа от спускаемого аппарата. Это Венера уже, по-моему, 8. Так? Вот это лапа пробила шурф. Так? Взяла образец Венеры для доставки на Землю. Так что Венера исследовала космическими аппаратами. Червичайно интересно. И будет исследоваться. Так. Особенность Венеры. Давайте еще раз вернемся. Значит, вращается Венера вокруг Солнца. Орбита почти круговая. Не так, как у Меркурия. Значит, период 225 суток. Период осевого вращения почти такой. 243 сутка. Синодический период 584. Если вы возьмете 5 умножить на 116, вы получите опять цифру одинаковую. Опять резонанс. Так? Но здесь вот этот резонанс еще не объяснен. Почему получается такой резонанс 1 к 5? Может быть, кто-то из вас заинтересуется небесной механикой и ответит на этот вопрос. Второе. Земля вращается вокруг своей оси вот таким образом. А я уже говорил, что Венера вращается вот так. Перевернутая. Вот Земля вращается вот так. А Венера вращается вот таким образом. Так. Поэтому, ну-ка, сообразите, если я буду на Венере, солнце у меня где будет восходить? На западе. А заходить на востоке? А потому что у нее вращение противоположное. Ретроградные говорят, да? Так. Ну, мало того, период обращения суточного меняется. На 6 минут 90-го года. Так. И будет продолжаться. Ну, это все связано с наличием атмосферы, с погодными условиями и так далее, и так далее. Топография тоже аналогичная картина. Я в фильме не показывал вам, какой смысл. Значит, есть красные. Горы высотой 5 километров. Есть низины. Ага, вот здесь. Минус 4 километра. То есть рельеф достаточно испещрен. Так. Вот здесь такие типичные картиночки. Так. Вот это земля Афродиты. Вот на горизонте гора Гул. Это вулкан. Венера вообще довольно активное образование. Есть кратеры, конечно, ударного происхождения, но их меньше, потому что мощная атмосфера у Венеры. Астероиды могут сгорать в атмосфере. Так. Вот другой кратер. Гора Сив. Так. Высота несколько километров. 3 целых... Гора Гула 3 целых 2 десятых. Так. Расстояние от расположения космического корабля до Гула здесь написано 720 километров. Так. Ну, опять-таки, очень похоже на снимок, который я показывал для Меркурия. Так. Кратеров не очень много. Я уже говорил, почему. Астероида просто успевает загорать в атмосфере мощной. Так. Это кратер получен... Это изображение получено Магелланом, космическим кораблем. Ну, кратеры, вот смотрите. Так. Это остатки лавы, которая вышла. Так. Ну, здесь вот кратер видны трещины и так далее, так далее. Это все снимок Магеллана, космического корабля. Другие кратеры. Ну, смотрите, они очень похожи на земные кратеры. Это вот кратер Изабелла на поверхности Венеры. А вот этот кратер, это наш родной земной в Аризоне. По изображению вы видите, очень-очень похожие. Особенности наличия вот таких паутин. Они имеют или кругообразное направление, или радиальное направление. Причины пока не ясны. Что за паутины? Как они возникли? Так. Вулканы. На Венере есть вулканы. Это вообще довольно действующие. Вообще, поверхность Венеры, если сама планета образовалась, там 4,6 миллиарда лет, а сама поверхность сформировалась всего 500 миллионов лет тому назад. Поэтому в ней постоянно происходят еще вулканические движения и так далее, и так далее. Так. Еще одна особенность у Венеры. У нее очень много молний. Это тоже вопрос достаточно интересный. Потому что облака Венеры – это что-то похоже на смог. Там нет таких заряженных частиц, которые бы создавали такие молнии. Так. Но мы многое не знаем. И вообще, вот появление таких мощных молний на Венере. В общем, пока это вопрос закрытый. Венера не имеет спутников. Я говорил уже. Ну, здесь очень много гипотез. Как говорится, исследователи бесятся по-своему. И ни одну из этих гипотез нельзя взять как приоритетную гипотезу. Почему? Значит, у Венеры нет спутников. Ну, одна из гипотез, естественно, ударная. Первое столкновение произошло. Было выброшено много вещества, из которых образовалось впоследствии, скажем. Ну, это пример, как образовалась Луна. Так. Спроектировали эту гипотезу на Венеру. Так. Вот образовался спутник. Так, мало того, по этой теории второй удар был с астероидом. И этот спутник был разнесен. Это первая гипотеза. Так. Венера сама разрушила спутник, который у нее был в молодости, притянув его ближе, чем нужно было. Так. Третья гипотеза, что у Венеры было много спутников. Так. Но затем эти спутники, в силу того, что Венера достаточно близка к Солнцу, как бы эти спутники были вытянуты с орбиты от Венеры, так и Солнце притянуло к себе. Ну, видите, эта гипотеза все-таки не очень сильно обоснованная, поэтому общего мнения нет. Ну, а атмосфера Венеры. Температура на поверхности Венеры чудовищно большая. Вот, на поверхности достигает 700 градусов. Так, по Кельвину. Так. И поэтому вопрос о жизни встает очень такой проблематичный при таких температурах. Чем вызвано? Почему на Венере такая большая температура? Это так называемый парниковый эффект. Вы, видимо, слышали, да? Те, кто имеет дачу, видимо, имеют и парники, так. И когда заходят в парник, там чудовищно жарко, поэтому растения выдают плоды в течение года, может быть, несколько раз, да? Это связано с тем, что лучи света от Солнца, идущие в одном диапазоне длин волн, ну, скажем, в видимом диапазоне, проникают сквозь слои, нагревают Землю, простите, поверхность Венеры, так. Поверхность начинает излучать, но она излучает уже в другом диапазоне длин волн, в инфракрасном. А этот диапазон длин волн задерживается, излучение задерживается, не проходит обратно через эти облака. И поэтому температура чудовищно большая. Ну, вот здесь показана эта картиночка. Так, у меня есть еще время, да? Хорошо. Ну, и самый главный вопрос, есть ли жизнь на Венере? Значит, я долго думал, стоит ли вам показывать эти факты, которые еще не получили окончательного научного объяснения. Так? Многие факты, но это некие догадки, и можно с ними спорить. Но все-таки я решил, поскольку вы кончаете кафедру астрономии, будут вам задавать вопросы. А, астроном или гидезис, кафедра астрономии. А вот почему, значит, на Венере нет жизни, а может жизнь есть? Но вы как-то должны аргументированно ответить. Так вот, в этой аудитории три года тому назад выступал, была конференция, выступал Леонид Ксан-Фомалити. Это профессор, сотрудник Института космических исследований в Москве. И что он сделал? Он взял тысячу фотографий, сделанные в Венере-16, по-моему, и начал их скрупулезно одно за другой изучать. Это очень кропотливая работа. Без всяких перспектив на какое-то открытие и так далее. Но он не поленился. И он установил очень интересные факты. Они спорные. Это Венера-9, Венера-13, да, получили снимки. Некоторые американцы, как только услышали об Ксан-Фомалите, коллеги сразу сказали, а это ошибки, связанные с приборами и так далее, и так далее. Но когда американцы сами аналогичные вещи получили для Марса, они поняли, что Ксан-Фомалите вообще это человек очень серьезный. И вот я покажу, надеюсь, успею вам ряд слайдов показать. Еще раз повторяю. На зачете, конечно, об этом спрашивать не буду. Но вы, тем не менее, должны знать. Ну, а вот первое. Значит, здесь показаны времена. Вот фотографируется фильм и показываются времена. Смотрите, это вот бур, который пробулел поверхность Венеры. И вдруг появилось вот это черное пятно, которое на самом деле во всех снимках отсутствует. Непонятно, что это такое. Так. Вот странное образование. И они вообще-то, эти образования чуть-чуть приподняты. У них есть похожие ножки. Ну, утверждается, что это грибы на поверхности Венеры. Вы можете смеяться, улыбаться. Я вам излагаю факты, которые являются предметом серьезного научного изыскания. Так. Ну, сэйч, ладно, неинтересно. Вот тоже диск на Венере. Вот диск. Обратите внимание, здесь метелочка есть. Если вы просмотрите изображение этого диска, вот здесь граница исчезла, здесь граница очень резкая, метелка исчезла. Вот она была здесь, а здесь она размылась. Ну, что-то такое проходило на поверхности Венеры. Хорошо, неубедительно. Ну, и самое, вот по поводу чего выступал Леонид Косомфалити, здесь, вот на моем месте как раз. Так. Он смотрел область около космического корабля. Так. Все эти кадры. И вот смотрите. Ну, ничего такого нет. Вот если внимательно посмотреть, здесь что-то, какая-то полосочка появляется. Полосочка появляется. И появляется что-то такое непонятное. На какой? На 93-й минуте снимка. А потом это непонятно исчезло. В большем масштабе, вот оно, изображение, которое здесь нет, здесь нет, здесь вот появилось уже. И вот в большем масштабе, что это такое? Ну, он назвался скорпионом. Правда, я предложил на конференции, в связи с этим открытием, назвать Леонидисом. Эти интересные образования. Ну, надо какую-то интерпретацию. Какой-то членистоногая, какой-то паук, какой-то скорпион. Так. Видимо, при падении космического корабля его засыпало. Потом где-то на 150-й минуте он выкармался из этой пыли. Так. И потом исчез, зарылся обратно. Так, я кончаю, ребята. Ну, как вы поняли, Венера имеет очень большой интерес для астрофизиков. Поэтому в Советском Союзе было запущено чрезвычайно большое количество аппаратов. И вот в 2006 году, это уже прошло, но проект остался. Проект Венера-Д. Такой проект, он остается на повестке дня. Я надеюсь, что через некоторое время этот проект будет реализован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова